В Магаданской областной думе обсудили деятельность некоммерческой организации Фонд капитального ремонта Магаданской области за 2020 год Заседание провели члены Депутатского комитета по социальной политике В прошлом году на счетах фонда находилось более 400 миллионов рублей Несмотря на задолженность по начисленным взносам в размере около 98 миллионов был запланирован капитальный ремонт 148 конструктивных элементов, расположенных на территории региона Из них на 30 конструктивов были объявлены закупки, только на 8 заключены контракты и всего лишь два были полностью завершены Но нельзя не отметить того факта, что в 2020 году фондом был выполнен ряд краткосрочных планов прошлых периодов Так, в реализации мероприятий «Национальный проект жилье и городская среда» были выполнены два больших проекта Строительство, реконструкция дома по поселку Палатка и в поселке Талая Сразу отмечу, что данные работы продолжены и в 2021 году На данный момент замечено значительное падение поступлений взносов Если в 2019 году уровень собираемости был 80,5%, то на сегодняшний день 72% Кроме этого, сейчас активно ведется работа по взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт Уже подготовлено более 270 заявлений по физическим лицам на общую сумму 6 миллионов рублей Также по юридическим лицам ведется работа в досудебном порядке В общей сложности размер долгов составил 86 миллионов рублей Наша приоритетная задача в этом году стала выполнение не только краткосрочного плана 2021 года но и проведение работ по капитальному ремонту, включенной в краткосрочный план 2016 года С учетом дополнительной финансовой помощи от правительства Магаданской области в размере 400 миллионов ежегодно Все невыполненные ремонты с 2016 года планируют завершить в течение 4-5 лет Все это занимает длительное время из-за того, что в год собираемость взносов составляет около 500 миллионов А все работы требуют затрат общей суммой 800 миллионов В этом году уже выделили 142 миллиона рублей, но этого еще недостаточно Поэтому после получения государственной экспертизы смертной стоимости объектов Фонд направит письмо о выделении дополнительных 250 миллионов рублей Редактор субтитров А.Семкин